Здравствуйте дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Секреты Outlook. Сегодня мы с вами поговорим о том, как очистить список автозавершения адресов, также известный как кэш автозаполнения или просто кэш адресов, которые вы набираете в поле 2 при подготовке нового письма. Заставочка. Итак, список автозавершения. Также больше известный как кэш адресов, которые появляются, когда вы набираете адрес при подготовке нового письма. Например, вот здесь вот, я когда нажимаю букву I, появляются два адреса. У вас может быть их больше появляется. Как вот их очистить? Ну, поскольку здесь их только два, вот появляется крестик, можно просто взять и стереть. Либо, выделив этот адрес, нажать кнопку Delete. И тогда этот адрес больше не будет здесь появляться, пока вы снова его не наберете. Но если этих адресов много и морочится, не очень хочется, вот с нажиманием кнопки Delete или крестиков, то лучше перейти в параметры, в раздел Почта, и здесь пролистать до пункта, который называется Очистить список автозавершения. Такая вот кнопочка как раз и говорит о том, что вот здесь стоит галка, да, использовать список автозавершений с предлагаемыми именами при заполнении полей. Кому копия и скрытая копия. Это тот самый список тех самых адресов, которые предлагаются автоматически. Здесь можно нажать вот эту кнопочку. Он вас предупредит о том, что этот список будет очищен. Имейте в виду, что если вы очистите этот список, больше ниоткуда вернуть нельзя будет эти адреса. Поэтому делайте это на свой страх и риск. Если вы нажмете ОК, то все адреса вот эти вот автоматические будут стерты, и ничего вам больше подставляться не будет. То есть этот кэш адресов начнет формироваться заново, наполняться. Обычно это нужно тогда, когда ваш почтовый ящик в организации перемещен с одного сервера на другой, или, например, адрес изменился. Ну или если вы просто хотите убрать из кэша те адреса, которые у вас появляются, ненужные, да, которые вам не нужны, еще раз давайте посмотрим, где находится файл, параметры в разделе почта, пролистать до пункта очистить список автозавершения. Нажимаем, да, окей. Такой вот короткий на сегодня совет. Спасибо вам, что смотрите. Подписывайтесь, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии, о чем вы хотите еще узнать на нашем канале. Всего вам доброго, до свидания.